Срок ультиматума Пашиняну истек. Армения начинает закипать. 20 сентября истекает срок ультиматума, предъявленного Николу Пашиняну жителями курортного города Джермук, рядом с которым расположено печально известное золотоносное месторождение. В ходе массовых акций, прошедших на минувшей неделе в Джермуке и Ереване, протестующие поставили властям условие принять решение о закрытии Амулсарского рудника до 20 сентября. В противном случае общественные активисты и экологи грозят акциями неповиновения, которые, как предупреждают они, охватят всю страну. За прошедшие несколько дней в Армении произошли значительные изменения. Например, был отправен в отставку глава полиции Валерий Осипян. По одной из версий, Осипян отказался возглавить операцию по насильственному разблокированию подступов к руднику. Дело в том, что премьер-министр уже неоднократно обращался к участникам акции с призывом открыть дороги к Амулсару, отмечая, что у него нет правовых оснований не допускать иностранную компанию к продолжению работ. Выдвинутый перед властями ультиматум говорит о том, что граждане расходиться не собираются, а значит, для спасения бизнес-имиджа своей страны Пашиняну придется, в конце концов, прибегнуть к силовому методу наведения порядка. В газете Жугувурт стали известны некоторые подробности встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями гражданского общества, которое состоялось 13 сентября. Как пишет издание, со ссылкой на имеющиеся у него сведения, премьер в действительности не очень доволен деятельностью представителей гражданского общества. Более того, нескольких из них он обвинил в манипулировании. И речь шла в основном об эксплуатации амулцарского рудника. Ситуация свелась к тому, что премьер заявил о том, что Стамбульская конвенция будет ратифицирована и амулцарское месторождение будет задействовано. При этом это было сказано именно так, открытым текстом, пишет газета. Как бы там ни было, срок ультиматума уже истек. И обещанная Пашиняну горячая осень начинает повышать градус. Как сообщает panorama.am, ученики образовательного комплекса города Джермук уже начали бойкот занятий. Сегодня в Джермуке запланирован крупный митинг против эксплуатации рудника амулсара. Представители общественности двинулись шествием к площади, скандируя лозунги «Лидиан, уходи!» Так что, друзья, процесс пошел! Автор статьи – Зульфугар Ибрагимов. Приветствую, дорогие подписчики! Прошу вас поддержать канал своими лайками. Делая это, вы помогаете продвижению роликов в Ютубе. И не забывайте нажать на колокольчик над видеороликом, для того, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok